Всем привет! Подписчики, зрители моего канала. Сегодня мы погоняем такой аппаратик как Foxwell Invermig 205 в режиме Micmac. Проволоку при этом будем использовать его родную, скажем так, этого же самого производителя. Тест будет проходить немножко в другом режиме как это снимал, но все это вы увидите. В этом тесте разберем такие вопросы, как он варит на прихватках, как он варит сплошной шов. По настроечкам я немножко уже там пробегался, в принципе там ничего сложного нет, так что смотрим. Если останутся какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их под видео. С удовольствием на все вопросы отвечу. Все, смотрим видео. Ну что, ребята, перед началом работы хотелось бы пробежаться еще раз по настройкам данного аппарата в режиме Micmac. Переключаем на режим Micmac. Это клавиша 2T4T. Все это будет показано в работе. Это клавиша скорость подачи проволоки, это клавиша вольтаж, это клавиша индуктивность. При работе, при работе, вы сами это все увидите. Это вполне все корректно, настроечки корректные. В принципе, больше здесь ничего замудренного нет. Клавиша протяжки проволоки находится... Вот она, клавиша протяжки проволоки. Сейчас я заряжаю проволоку. Как я уже говорил, будем использовать Фоксфолд. Полярность порошковая и среди защитных газов меняется путем переброски вот этой вот клеммки. Ребята, большая просьба, читайте инструкцию перед использованием. Некоторые умудряются обрезать вот эту клемму и наращивать. У меня есть видео, ссылочку я добавлю, где я об этом говорю. Читайте инструкцию. Эту клемму обрезать не надо, это не масса с него выходит, которую надо удлинить. Но на этом все, начинаем пробовать его тестировать. Все, а где маска? Смотри, прикладываем. Вот отсюда изнутри, одной рукой вот так держи эту, и вот отсюда их прикладывают. Класс, вот где ближе к этим, идешь? На прикладке садись. Смотри, просто приварить чуть-чуть. Вот здесь вот, эти дальние? Да, посмотри, сейчас я тебе покажу. Смотри, видишь вот в этом месте, вот здесь вот это вот. Вот вот, как-то я ухожу. Все, прикладываем. Посмотрел здесь ровненько, ровненько. Все, теперь вот здесь будем, вот здесь, вот здесь. Класс, прикладываем. Смотрите, вот здесь не прикладываем. Всё. Теперь вот эту вот здесь сюда. Эту положил. Сразу сначала приклади её вот с этого конца. Вот здесь. Вот. Теперь вот эту концу прикладываю. Вот здесь, да? Да. Всё. Теперь вот эту концу замотала. Всё, по краечку, по краечку. Говорите, вернём. Вот она. По краечку повыживаю. Всё, выхватываю. Всё. Здорово здесь. А везде подровнять её надо. Чтобы вот эта кровь была. Всё, прихватываю. Всё. Всё. На фига это не прихватил. Звучит. 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 Шлик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стал уже варить, потом вспомнил, что хотел показать, как он делает прихватки на этом металле Вот, пожалуйста, все на прихватках Вот они, такие получаются провары Все, все, что хотел, показал Подгоняю только хорошо Ну, чтобы ровно было, вот, я бы на твоем месте сначала аппарат включил Вот сразу видно, студент прохладной жизни, не знает даже как аппарат включается Аппарат Фоксмур, инвермик 205-й, валит студент, который не знает даже как выключается Просто многие говорят, что аппарат не работает на прихватках, не работает того, я считаю, вы сами все видите Так как вот этот вот охламон никогда в руках его не держал Он сегодня первый раз увидел Все, проваривай хорошо Вот здесь провари, хреново проваришь, будешь зачищать Вот это вот место провари, вот это место провари Сюда наплавь так, чтобы было ровно, как он там, видишь, я его Здесь так же наплавь его Сюда заводи его, это не футбольный пластик Сюда, да? Сюда, да? Да Сюда, вот эту сторону, кипертайзу Продолжение следует... Молодец! Возьми пирожок на полочке. Там их два с цементом, твой крайний. Вот на таких токах, на такой скорости подача работает. По газу выставлено 8. Ну-ка нажми-ка на клавишу. Нажми на клавишу подачи. Вот, выставлено 8-9 примерно. Тогда идет нормально. На меньшем газе он не хочет. Так, а вот сейчас... Все включил? Да. Сейчас прогоним такие сплошные швы, правда небольшими отрезками на этом же металле 0,8. Продолжение следует... Вот он получается, что на таком металле прогрел. Ну что, ребята, погалили мы данный аппарат в режиме Никмак. Также мы его погоняем еще в режиме ТИГ, горелочкой или в ТИГовской. Если остались какие-то вопросы, специально, специально привлек к этому делу студента, который никогда не варил, скажем так, буквально вот несколько дней он со мной попросился, чтобы я научил. Хотя он учится в техникуме на сварщика. Но это первый год, он еще ничего им даже не преподавали. Только так, немножко с чего-то аппараты даже в руки еще пока не давали. Поэтому аппарата он не видел точно. Первое то, что он увидел, это здесь и у меня. Поэтому я считаю, если справился даже такой человек, который ни разу не держал аппарат в руках, то это о чем-то говорит. Стоит ли этот аппарат чего-то или не стоит. В принципе, мне аппарат очень понравился. Не знаю даже, решать вам самим, конечно, но аппарат вполне интересный такой. Он еще не раз покажется у меня в режиме ТИГ. И если останутся какие-то вопросы, я обязательно вам сниму что-то еще, как говорится, контрольный выстрел по вашим вопросам. Все, на этом всем пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем как про колокольчик. Ставим лайки. Чем вы больше ставите лайки и делитесь видео, тем, естественно, будут выходить больше. Их будет больше и больше. Мне будет интереснее для вас снимать. Ну и все. На этом всем пока-пока. Желаю удачи.